Каждый день мы ходим по одним и тем же маршрутам, от дома до работы или места учебы. У многих это школа. Ученик пятого класса Роман Абазов путь до образовательного учреждения знает хорошо, проходит его самостоятельно. Иду по пешеходному переходу, потом там пустырь, там тропа вытопанная, по нему иду. Потом перехожу дорогу через пешеходный переход и иду вот здесь в школу. Чтобы путь ребенка был безопасным, необходимо соблюдать простые правила. Обращать внимание на дорожные знаки, смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу. Школа Багратион, профилактическое мероприятие, дом, школа, дом. Напомнили о важности световозвращающих элементов, рассказали, какие дорожные ловушки могут встретиться на пути и как их избежать. Например, вот в такую заснеженную погоду, как сейчас, один из примеров дорожной ловушки это либо снежные валы, которые также могут встретиться нам на пути, либо транспортное средство, припаркованное, например, в дворовой территории. Да, оно припарковано по правилам, но ребенок, когда переходит дорогу от дома до площадки, например, или от дома до школы. Ребенок маленький, машина большая, из-за транспорта совсем не видно. Полезную информацию почерпнули для себя и родители, в том числе и как участники дорожного движения. Родителям это важно. Во-первых, понимать, что ребенок четко усвоил все вот эти вот азы, все навыки безопасного пути от школы и домой обратно. И, конечно, нам важно еще раз пройти и убедиться, что наши дети в безопасности. Мы отвечаем за жизнь своих детей, за жизнь окружающих. Конечно, необходимо знать об этом, необходимо рассказывать своим детям и где-то, наверное, даже не только своим, то есть направлять. Такие профилактические мероприятия проходят регулярно. Каждый ученик получил листовку, на которой не только расписан безопасный маршрут движения, но и напечатаны основные правила поведения на дороге. Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.